Россия потрясена жестокостью няни в Москве. Женщина не просто убила 4-летнюю воспитанницу, а еще обезглавила ее. Затем подожгла квартиру и пошла к метро. Там, размахивая головой девочки, угрожала себя взорвать. Как обезопасить своих детей от таких воспитателей? По одной из версий, няня обезумела из-за измены мужа. По другой, она сидела на дешевых наркотиках. Но самое поразительное. Воспитательница занималась девочкой полтора года. И родители ничего не замечали. У дома на улице народного ополчения, где сегодня произошло жестокое убийство, сняли оцепление, но в подъезд по-прежнему пускают только жителей. В квартире, где нашли обезглавленное тело 4-летней девочки, сейчас работают криминалисты. Жестокая расправа повергла соседей в шок. Выяснилось, что 4-летняя девочка была инвалидом. А женщина, подозреваемая в убийстве и жестокой расправе над ребенком, больше года ухаживала за ней. Ну, приятная женщина такая. Трагедия произошла в 9-м часу утра. Няня дождалась, пока родители уйдут из дома. Убила спящую девочку, а потом отрезала ей голову. А чтобы скрыть следы преступления, подожгла квартиру, которую снимали родители ребенка. Она выгорела в считанные минуты. Где-то пожар в себе, где-то пожар, потому что пахнет явно угарным газом. По одной из версий, 38-летнюю женщину, уроженку Узбекистана Гульчихру Бабакулову, так зовут няню, на убийство своей подопечным подтолкнула измена мужа. Супруга уже тоже объявили в розыск. Задержали женщину у метро «Октябрьское поле». Она размахивала головой малышки и угрожала взрывом. В этот момент ее снимали на камеры мобильных телефонов. Из-за угрозы взрыва ближайший к метро магазин эвакуировали. Вызвали саперов, но взрывного устройства не нашли. Женщину там же у метро задержали. Сейчас с ней работают следователи и психологи. ФМС объявили, что няня работала в Москве без патента, а тем временем к дому, где произошла жестокая расправа над 4-летней девочкой, несут цветы и мягкие игрушки. Дмитрий Забруцкий, Александр Неклюдов и Артем Данилов. Главная тема. Юристы говорят, если няня будет признана вменяемой, ей грозит до 20 лет колонии. Но, возможно, отвечать придется и родителям погибшей девочки. Родители, безусловно, несут ответственность в соответствии с российским законодательством, если они оставляют ребенка в ситуации, которая грозит ему опасностью. Если они берут на работу человека по уходу за ребенком, который не обладает соответствующими навыками, знаниями, биография им неизвестна, они создают эти риски. И в данной ситуации они могут быть привлечены также к ответственности. Специалисты, занимающиеся подбором нянь, советуют проверять у кандидатов не только медицинскую и трудовую книжки. Оценивать нужно по результату, то есть по состоянию ребенка. По его поведению вы сможете понять хорошо вашему ребенку с вашей няней. То есть самое маленьшее изменение, как в настроении, так и в поведении, даже просто вечером, перед сном, как ваш ребенок вас встречает, реагирует на близких, на родных, какая у него реакция на няню, когда няня приходит, улыбается он ей. Я считаю, что на все на это любой любящий родитель должен обращать внимание. Несмотря на дикий случай, москвичи не собираются массово отказываться от услуг нянь. Родителям в мегаполисе в первую очередь приходится думать о том, как заработать деньги. Если у женщин, допустим, нет времени на ребенка, потому что вся в делах, почему бы и нет? Но, опять-таки, нужно удостовериться в человеке. Вот это их личное дело, если доверяют, возможно, у них выхода нет. Да, но только при наличии рекомендации. Глупости. Раньше с пятью справлялись, а сейчас с одним не справляются. Я бы им посоветовал, ну как сказать, я матом не ругаюсь. Пускай они дуры сидят дома и воспитывают своих детей. Приходится работать, детей содержать. А как, если ты дома сидишь, как получается у тебя? Поэтому отдают от этого все проблемы потом. У меня сама вырастила няня. Когда-то, да, очень давно. Моей бабушке была няня. Поэтому, в принципе, я верю, что могут быть люди, которые могут любить и хорошо относиться к детям, которые не их родные. Но это было бы сложно. То есть это должна быть няня с репутацией. За последний год спрос на услуги нянь в России вырос вдвое. На одну вакансию претендуют пять кандидатов. Большинство нянь в российских домах – женщины от 40 лет из Белоруссии, России, Молдовой и Украины. Как и во всем мире, ценятся также воспитательницы с Филиппин. Но они в полтора раза дороже. В Москве за услуги няни выходцы из Украины и Белоруссии берут в среднем по 300 рублей в час. Россиянки – от 350. Дешевле обходятся няни из Центральной Азии. Нянь все чаще ловят на рукоприкладстве. Три месяца назад в Барнауле поймали воспитательницу, которая избивала полуторагодовалого ребенка. Ее коллега в Челябинске за это же получила три года условно. А в Красноярске няню приговорили к трем месяцам работы и штрафу в 100 тысяч рублей. Она била девятимесячного малыша. Во всех случаях выявить преступление помогли скрытые камеры.